Кубань 24 Агрессивное поведение, считают психологи, характерно для периода общественного кризиса. То есть, получается, это не мы злые, это времена такие. Так ли? Узнаем у нашей гости в студии практикующая вице-президент в Общероссийском совете по психотерапии и психологическому консультированию Инна Казимировна Селенок. Здравствуйте, Инна Казимировна. Так что получается, не о времена, о нравы, а просто о времена? В том числе времена действительно тяжелые. Много причин тому, что у людей действительно повысилась агрессия. Можно говорить много о экономическом кризисе. То есть, когда люди себя чувствуют неуверенно, когда ситуация нестабильная, когда им не удается в течение суток полностью нормально расслабиться, хорошо поспать, нормально отдохнуть, как-то переключиться, чтобы не думать о том, что у них на работе что-то не так происходит. И они это выносят домой, это напряжение, оно нарастает, нарастает, нарастает. Естественно, что оно выливается в какую-то агрессию. Но здесь еще важно говорить о том, что люди очень большое время проводят в интернете. И там очень много всяких таких опасных новостей, говорящих о всем негативном, что происходит, о убийствах, о самоубийствах, о терактах, о каких-то актах агрессии. И плюс еще по телевидению тоже показывают много таких моментов. И это все нарастает. Это нагнетание, конечно. Естественно, что это все не полезно. И кто-то, если собой серьезно занимается, то есть он и в спортзал ходит, и понимает, что необходимо разгрузка, и на свежем воздухе гуляет, и пешком ходит, он, конечно, это все сбавляет через физическую активность. А есть же люди, которые при полном сидячем образе жизни получают постоянно еще сверху этот информационный накал, и в какой-то момент просто реально происходит срыв. Я слышал, что если человек активный, такой холерик, и в кризисные времена он становится агрессивным. А если наоборот грустный, как на психологии, меланхолик, то в кризисные времена он, наоборот, впадает в депрессию. Я бы не стала говорить, что это так буквально. Бывают разные варианты. И чистых вариантов чисто холерик, или чисто меланхолик, или еще холерики с меланхоликами, и еще много всяких других сочетаний. Но, конечно, если человеку более свойственно взрываться, то, конечно, он эту энергию быстрее выбросит. А если в себе копит, и вот как-то так, то действительно... То есть мы с вами все-таки пришли к выводу, что сейчас агрессивных людей больше. Чем, допустим, в 90-е годы тоже были сложные, но не было такого по такой информации, не было интернета. Ну и интернета, с одной стороны, не было. И с другой стороны, все-таки люди, которые в 90-е попадали в эти сложные ситуации, они все-таки еще жили памятью тех 80-х и 70-х со стабильным миром, с таким советским прошлым, когда была какая-то общая идея, и тогда было все-таки как-то это легче переживать. И люди часто думали, что вот это временно, этот беспредел закончится, опять будет нормальная, стабильная жизнь. Сейчас у людей вот такое ощущение, что вот это вот сейчас вот в такой-то момент закончится, и будет все нормально и стабильно. Нет, они не знают, что именно будет и как будет. И поэтому, конечно, да, не дай бог вам жить в эпоху перемен. Фактором срыва, вот этим щелчком, можно ставить все, что угодно, косой взгляд, какой-то, не знаю, плохая интонация, которую человек расслышал. Ну, в том числе это, конечно, зависит от эмоционального состояния человека, и от его психического здоровья в том числе. Ну и, конечно, от того вообще, что сейчас реально происходит. Если вот накопилось, то вот этим триггером, который может запустить неожиданную агрессию, может быть что-то совсем элементарное. А может то же самое в другой ситуации вообще не подействовать никак, потому что, ну, это вот, еще не накопилось это напряжение, еще нет этого пика, когда вот последняя капля, и все за пределы чашки, стакана вылилось, содержимое. А можно составить такой среднестатистический портрет человека, который находится в зоне риска, да? То есть это, не знаю, мужчина за 30, житель большого города, владелец автомобиля, трех детей. Ну, на самом деле, я не думаю, что количество детей в данном случае является каким-то фактором. То есть ситуация, когда у человека свой бизнес, да, когда с бизнесом не все очень в порядке, или он работает в большой компании, где начались сокращения, это тоже фактор риска. За рулем, конечно, постоянно напряжение усиливается на дорогах, не очень хорошо все сейчас, то, что происходит. Люди неадекватно часто реагируют. У нас есть возрастные кризисы, да, то есть после кризиса 30-35 лет, кризиса 40-45 лет, это тоже все усугубляет. Но ведь и когда человек вот только закончил вуз, там, 22, 23, 25 лет, и, казалось бы, вот сейчас бы пойти работать по специальности, молодых же специалистов вообще не берут, в принципе. И надо непонятно, чем заниматься, надо все время делать выбор между тем, чтобы как-то профессионально все-таки расти, или тем, чтобы себя хоть как-то обеспечивать, зарабатывать деньги. И вот это все тоже определенным образом накапливает напряжение. То есть, получается, все подвержены? Ну, сейчас, да, говорить о том, что вот какой-то определенный возраст я бы не стала. Наверное, самое тяжелое сейчас, это все-таки пенсионеры и подростки. Они вот человек, который все-таки как-то себя обеспечивает, за себя отвечает, они все-таки в большей мере защищены. Вот мы сейчас дозвонили себе журналисту, она не пенсионер, не подросток. Ольга Ольшевская, наша коллега. Оля, здравствуй. Здравствуйте. Оль, ну вот прости, некоторые считают, да, что ты, ну не то, что злая, но когда начинаешь спорить, ты занимаешь агрессивную такую позицию. Это твоя стратегия или ты такая есть просто вот эмоциональная? Ну, наверное, я солгу, если скажу, что я на самом деле такая есть. Конечно же, в студии, если я психолог, и на Казимиру надо согласиться, что это такая защитная реакция. На самом деле, Леш, я очень нежный, похладистый человек и добрый, но если мне отстоять, я как, знаете, как-то волчица, буду биться в кровь, и ничего меня не остановит. Поэтому, конечно же, это защитная функция. Будь я, наверное, немножко мудрее и умнее, я бы отошла в сторонку и смотрела бы на все это, и потом сделала какие-то выводы. Но пока я к этому еще не пришла. Назвать это агрессией, с одной стороны, я не могу. Наверное, это все-таки моему характеру все-таки присуще. Но если говорить об агрессии, тема вашего сегодняшнего разговора, то вы мне извините, как в сегодняшнем мире можно быть спокойным и нормально, уравновешенно реагировать на вещи, которые рядом творятся с нами. Это наши дети, это мужчины, которые, ну, извините, мне не отвечают нашим требованиям. Это те же автомобили, это тоже общественный транспорт, это те же очереди. Это вот те люди, которые работают в сфере услуг, которые считают, что если он начальник шлагбаума, то все, сегодня мой день не удастся по-любому. Это люди, которые не могут идти на диалог. Они раздражают нас, потому что у них внутри агрессия. Они не удовлетворены своей жизнью, своей зарплатой. Может быть, еще чем-то здоровьем. Может быть, у них собака больная. Оля, Оля, я не знаю, как тебя остановить. Спасибо, спасибо большое за твой комментарий. Но мы поняли, да, позиции. Заметьте, Ольга, это сначала так тихо-тихо, спокойно, потом все вот нарастает, 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 нарастает. Ну да, конечно, это тоже темперамент. И тут же вопрос, ну как, я бы сказала, что это прямолинейность такая. То есть мы видим, что не так, и мы это говорим, и мы при этом начинаем немножко заряжаться сами, возмущаясь тем, что говорим. И естественно, что накал эмоциональный растет. Ведь важно не то, что мы говорим, да, это тоже важно. Еще более важно, как именно мы это говорим. Люди же чаще всего реагируют даже не совсем на слова, они их иногда даже не очень слышат, не очень понимают. Но первое, на что мы реагируем, это мы реагируем на состояние. Инстинктивно, да, как дети, как животные. То есть из какого уровня энергетического или коммуникативного идет посыл информации. Мы же можем просто передать информацию, да. У нас просто не очень много времени, да. Есть ли вот уже конфликт в очереди в общественном транспорте? Вот Оля сказала, была бы я умнее, отошла бы в сторону и наблюдала бы со стороны. Как быть? Отходить в сторону, пытаться улыбаться в ответ. Можно наоборот же получить за улыбку. Можно. И ситуации бывают разные, нет такого универсального приема. Если ты не являешься непосредственным участником этого, то, конечно, в идеале чуть-чуть отойти, посмотреть, пока там сами разберутся. Если в отношении тебя, то там могут быть разные варианты. Можно перейти на ту же сторону баррикады и вместе. То есть человек же может по поводу чего-то возмущаться. Да, вот здесь вот столько людей стоят, еще кто-то лезет без очереди. Действительно, когда кто-то лезет без очереди, так возмутительно. Просто ужас какой-то. Я тоже, когда кто-то лезет, так же возмущаюсь. Сейчас вот такая ситуация получилась, что я вот отошел и не видели, что я здесь до этого здесь стоял. Инна Казировна, а вот сейчас хочу вам видео показать, когда уже не разговоры. Можно? Вот смотрите, когда уже вот так вот, уже агрессивно, когда уже нападают с кулаками, когда уже все серьезно, когда драка, вот здесь как себя вести? Ну, в этой ситуации, смотря в каком месте, ну, может быть, да, потому что здесь надо себя, да, обезопасить в первую очередь. Конечно, если вы владеете какими-то хорошими приемами, то можно аккуратненько этого человека обезвредить. Здесь уже какие-то психологические моменты не сработают, здесь только сила. Ну, здесь, наверное, больше срабатывает сила и оборона, потому что он просто не услышит эту психологию. Тут уже и методы айкидо не сработают. Вот когда это машина, когда это дорога, когда вокруг столько движущихся объектов, то здесь уже другие законы работают. У нас темп очень высокий, к сожалению. Елена Казировна, последний вопрос. Мы давно с вами знакомы, вы всегда очень спокойны. Вы когда-нибудь переходите на крик? У меня холерический темперамент, представляете? Голос я повышаю очень редко, почти никогда. Но интонационно, конечно, я тоже могу так вот. Я энергию сбрасываю, я играю на пианино, я вот всю энергию туда трансформирую. Меня это очень хорошо спасает. Понятно. Всем по роялю. Спасибо огромное. Спасибо большое. На студии была психолог Инна Казимировна Селенок. А мы совсем скоро продолжим.